Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня говорим о спорте. Как всегда, в наших программах очень часто приходят спортсмены, радуют нас своими самыми разнообразными выступлениями, победами, участием в каких-то соревнованиях. В любом случае мы видим, что процесс, что называется, спортивный, здоровый образ жизни продолжается. У нас в гостях Татьяна Юрьевна Кирина, заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области, тренер по художественной гимнастике школы Олимпийского резерва, а также в первой части нашей программы спортсменка Елизавета Мелехова, победительница Центрального федерального округа 2021 года, кандидат в мастера спорта, а если говорить об области, то член сборной Московской области. А также в второй части у нас будет еще одна Елизавета II, звучит красиво, тоже ваша коллега-спортсменка. Здравствуйте, дама! Добрый день! Ну, во-первых, к вашему спорту всегда такое отношение, с одной стороны, это красота невиданная, это какое-то сумасшедшее, сумасшедшие возможности тела, организма, с другой стороны, мы не всегда понимаем, какая подготовка за этим стоит, да, сколько сил на это уходит, и сколько переживаний, да, я вот не зря спрашивал перед началом программы, сколько идет выступления, там, полторы, две, две с половиной минуты. Казалось бы, ну что это такое, да? А тем не менее, туда иногда вкладывается вся жизнь сразу нескольких людей для того, чтобы победить. Я знаю, что у нас в плане вот художественной гимнастики вообще успешная команда. Много людей сейчас занимаются в Люберцах и телеспорте? В Люберцах очень популярна художественная гимнастика, и у нас очень много приходит новых девочек, маленьких. Огромное желание, конечно, это в первую очередь пока родителей. Родители видят, смотрят, и сейчас очень большая информация. Хотелось бы сразу сказать вам огромное спасибо, что вы всегда приходите на наши соревнования, всегда проводите интервью, всегда участвуете, и в газете есть информация. То есть народ в курсе, что есть такое дело? В курсе, в курсе, что приходит и спортивный комитет наши, и наши директоры, и администрационные школы всегда поддерживают в наших начинаниях, и поэтому мы как-то работаем спокойно. И дети идут. Но я еще раз хочу... А на каком этапе вот сразу, да, сейчас этот же вопрос к вам перейдет, на каком этапе они вдруг понимают... Ну, кто-то говорит, нет, мама с папой я ходить не буду, мне это не нравится. Да, такое же тоже может быть. А на каком этапе понимают, что им самим это интересно? В каком возрасте? И наша основная цель – заинтересовать этих маленьких деток, потому что они сначала-то неосознанно приходят в наши... Как на физкультуру. Как на физкультуру. Иногда плачут, к маме хочу. А потом, когда вот смотришь, то ребенку интересно. И вот это очень большая роль педагога – именно заинтересовать. Конечно, мы не даем нагрузки маленьким детям. Конечно, с ними больше в форме игры проходят тренировки, но также проходят очень хорошие праздники. У нас для малышей проводятся соревнования. Папа, мама, я, спортивная семья, возрождение. Потом проводим соревнования для маленьких деток, как просто ОФП, присутствуют родители. Каждый ребенок получает грамоту. И вот постепенно, постепенно... И дальше многие из них начинают понимать, что в этом что-то есть. Что-то интересное. И потом они смотрят соревнования. Потом в зале тренируются и старшие девочки. За ними наблюдают. За ними наблюдают. Это поэтому, если ребенок заинтересован, конечно, у него все пойдет. И я еще раз хочу сказать, что 1% таланта, а остальное только трудолюбие ребенка. Да, я где-то это уже слышал. Это спортивная... Да, это не мои слова. Это не мои слова. В принципе, я придерживаюсь. Я полностью согласна с этим. Татьяна, давайте послушаем сейчас Елизавету. Вот одно дело, да, тренер, конечно, это наше все. Но все, что сделано, в том числе и тренером, мы видим на площадке в образе конкретных спортсменов. Вот вы кандидат в мастера спорта. Вообще это звучит, правда? То есть вы вас заставили этим спортом заниматься? Нет, меня отвела мама в 6 лет. Я начала заниматься. В 6 лет? В 6 лет. Так старенькое уже пришло такое. Да, уже сейчас раньше. Сейчас уже приходят дети с 3-4 лет заниматься. Так. Вот. И дальше мне очень понравилось заниматься. Ну, первым моим тренером была Надежда Анатольевна Шайдурова. И я постепенно... Мне очень нравилось это дело. Слушайте, ну это же тяжело. Это же растяжки эти все, насколько я понимаю. То есть это серьезная работа. А вам нравилось, вы говорите? Слезы-то были тоже, наверное? Все было? Было тяжело. Так. И у меня до сих пор мечта попасть в сборную России. А что, тяжело попасть в сборную России? Что для этого нужно? Выше головы надо прыгнуть? Для этого существуют всероссийские соревнования, которые проводятся там во дворце Винер. В Лужниках. То есть это такая мекка художественной гимнастики, да? Где все собираются. Сейчас мы вернемся к этому. Татьяна Юрьевна, вот смотрите, я уже вижу, это замечательно, когда у спортсменки сразу же в первом ответе, сразу же цель стоит. Вот действительно очень влияет на молодых девчонок вот этот успех какой-то. И наша школа художественной гимнастики российская действительно серьезная. И вы в ней, так сказать, участвуете непосредственно. То есть это называется пример, правда? Это пример, да. И очень хорошо, когда у ребенка есть цель, у гимнастки есть цель. Она будет, конечно, больше тренироваться. И очень хорошо, если она добьется этой цели. Это будет прекрасно. А мы, конечно, помогаем. Потому что, если честно, если гимнастку заметили, мы можем даже поспособствовать передать ее в школу. То есть расстаться в хорошем смысле слова, чтобы она дальше пошла. Да, чтобы дальше пошла. В школу Олимпийского резерва, в сборную команды Московской области, в сборную команды России. То есть мы держать не будем. У нас, в общем-то, и нет таких особых условий, если честно говорить. То есть ваша задача подготовить, и если у человека есть будущее, и он хочет. Хорошо. Лизавета, вот вы являетесь членом сборной Московской области. То есть вы уже куда-то пробились, да? Правильно? Вот. Там много вообще девчонок-то? Ну, когда мы отбирались в сборную Московской области, приехало более ста человек. Более ста человек. Да. И осталось сколько? Сколько вот сейчас в сборной? И дальше создавались этапы. И по этапам мы уже проходили дальше. Сначала, ну, в 50 вошла. Дальше 20. И дальше уже вот команда сформировалась. Дальше уже носу так вверху. Да, уже все, я уже в сборной. Ну, вот смотрите, вы являетесь победительницей Центрального федерального округа этого года. Это что за соревнования были такие? Центральный федеральный округ – это соревнования, на которые отбираются гимнастки, чтобы выступить на первенство России. И? И мы там заняли первое место, отобрались, лучше всех были. Вот просто прикольно. Мне кажется, что одно дело, когда есть спортивные данные, а другое дело, когда оптимизмом глаза просто горят. Горят, горят. Вот скажите, пожалуйста, у всех гимнасток должна быть вот эта штучка сверху? Обычно мы с такой прической выступаем. Так. Вот. И бывают всякие разные разновидности. То есть бывает еще на две можно поделить. А, да, вот так. Да. Это на себе показывают. Просто это такой знак обязательный. То есть нельзя как-то… Я вам всегда почему задаю такой вопрос? Ну, это описано в правилах соревнований. А, это правило соревнований. Да, у нас есть. Ну, это красиво. Это красиво. Это красиво, да? Нельзя. Ну, распущенное, со стрижкой. То есть у нас это прописано. Вот еще не могу не спросить про инструментарий. Начну, наверное, с Татьяны Юрьевны. Татьяна Юрьевна, скажите, а вот не сразу же, наверное, с инструментарием работают? Сначала надо как-то с телом поработать? Или сразу же уже бла-блавы и… Ну, нет, вы что, маленькие дети, конечно. Сначала общая физическая подготовка. А потом уже начинаем, скакалочки в руки, берем обручи, все, что попроще. А мяч уже, а булавы уже совсем попозже, потому что детки очень боятся их. Боятся? Боятся, они же тяжелые. Мне кажется, не, ну, блада, это понятно, но мяч только… Мяч катаем, катаем мяч, попозже булавы и в конце уже лента. Лента очень красивая, как предмет, но дети мечтают, когда мы возьмем ленту, когда мы уже начнем с ней работать, но когда уже берут, уже глаза тухнут, потому что это самый сложный предмет. Руки болят, да? Лента – это должна быть все время в рисунке, один рисунок переходит в другой. Это должна быть такая координация. И, конечно, желание огромное, но тяжело с ней работать. То есть мы выясняем, что вот эти главные атрибуты, которые присутствуют, они становятся такими иногда тяжелыми снарядами во время работы. Лиза, скажите, пожалуйста, а у вас какой любимый из инструментов? Что вам больше всего нравится? Ну, вообще, у меня любимого предмета нету. Так. Каждый предмет сложен по-своему. И хорош по-своему. И хорош тоже, да. Эта лента, как сказала Татьяна Юрьевна, она очень красивая, но на ней также могут запутаться узлы, и она очень длинная. Мяч… А нельзя ее укоротить? Нет, нет. Вот так. Мяч? Что? Например, мяч, он красиво катается, можно с ним очень красиво все делать. Да. Но также он может укатиться за ковер. Да, он же круглый. Да. Ну, то же самое с собой. Вообще, за ковер же нельзя выходить, не дай бог. За ковер – это прям большая сбавка идет. Сбавка – это… С оценки? С оценки, да. Ага, понятно. Ну, а вот эти вот… Булавы? Да. Булавы. Это прям цирк целый. Булавы сложны тем, что их две. Да, лучше была бы одна. Так. Две. Это почти жонглер. Почти жонглер. Получается, с булавами очень сложно работать, делать всякие мельницы с ними. Ну, про скакалку… По-моему, скакалка – это самое простое, да? Тоже может запутаться. Тоже, да, может запутаться. Сколько вы можете вот про скакать на скакалке? Ой, хоть целый день. Да, целый день. Дело в том, я объясню. Просто я к гимнастике вообще никогда не относился. У меня тело создано было для игр, да, там, волейбол, гандбол. Я вот этими вещами занимался. И поэтому там все гимнастические, вот когда у нас была в школе обязательно сдача гимнастических, для меня это была целая трагедия. Вот. Но я всегда завидовал людям, причем разного возраста, разного пола, у которых гибкое тело. Я так понимаю, Татьяна Юрьевна, что это же для здоровья полезно, вот эта история, когда, с одной стороны, конечно, спорт высших достижений – это болячки иногда, но… Ну, это как вредно для здоровья большого. Но если правильно построить, то стоит работать. Если правильно, и для детей, конечно, это очень большое для ребенка, для скелета ребенка, для формирования его правильной осанки, потому что маленькие дети приходят, укрепляется осаночка ребенка. Он идет в школу уже подготовленный, ну, будет проще заниматься на уроках. А по поводу еще жонглирования я хотела сказать. У нас, когда проходят сборы, мы приглашаем обязательно жонглера из цирка. Он нас проводит с детьми мастер-классы жонглирования. А вы будете с мясом, я тоже учился жонглированию. Вот. Поэтому не только с булавами, еще и с мячиками, с платочками. И яблоки можно, да. Ну, вот так у нас проходит интересный сбор. И, конечно, у нас хореографы на сборах обязательно с нами. Об этом мы во второй части еще поговорим. Хорошо. И с вами про музыку. Это отдельная история. Да, хорошо. Лиза, а кто на сегодняшний день? Вот вы же смотрите по телевидению, да? Понятно, что наши самые лучшие спортсменки российские. Но как вообще наблюдаете за мировыми выступлениями в дольственной гимнастике? Да, наблюдаю. Если не считать российских гимнасток, мне очень нравится Алина Горносько. Она заняла третье место на Олимпиаде. Кстати, про Олимпиаду. Так. Ну-ка, когда вас ждать, да? Так, рассказывайте. Мне кажется, что нашу Дину Аверину засудили на Олимпиаде. Но это не только вам, кстати, кажется. Всем, мне кажется. А почему? Потому что Линоя Шарам, израильская гимнастка, потеряла ленту. А это тоже избавка идет от оценки. Это катастрофа, конечно. А наша Дина Аверина прошла все без потерь. И сложность у нее выше, чем у Линой. Также последнюю оценку ленты ее считали 6 минут. Хотя дают на счет оценки примерно 2 минуты. У нас в Люберцах такое невозможно. Правда? У нас все по-честному. Это на мировом уровне. Ну вот видите, надо к этому готовиться. Надо иметь и силу воли, и понимать, что всякое может быть. Но мне приятно, что вы наблюдаете за этим. Мы сейчас делаем небольшую паузу. Лиза, для вас ваше выступление закончилось. Спасибо вам за такое хорошее интервью. Но на ваше место придет еще одна Елизавета. А какая? Мы узнаем с вами через несколько минут. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас сегодня речь идет о замечательном виде спорта, о художественной гимнастике. У нас в гостях Татьяна Юрьевна Кирина, заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области, тренер по художественной гимнастике Школы Олимпийского резерва. И еще одна спортсменка, тоже Елизавета, на этот раз Елизавета Корсакова, чемпионка всероссийских соревнований «Надежда России» 2021 года и тоже кандидат в мастера спорта. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте. А вопрос Татьяны Юрьевны. Скажите, пожалуйста, соревнований много разных. Я знаю, что был отбор в физкультурно-спортивном обществе и профсоюзе. То есть вот «Надежда России» и Елизавета Мелехова, которая принесла Центрального федерального округа. Сколько вообще соревнований проводится? Во всех нужно участвовать? Ну, эти соревнования являются самым главным. Всероссийские соревнования «Передница России», «Надежда России», «Кубок России». То есть если наши гимнастки попадают, то это очень здорово. И мы, конечно, основная цель нашей работы – попасть на такие серьезные соревнования. Сейчас у нас недавно проходили соревнования «Отбор». Отбор среди общества. Среди нашего общества мы провели отборочное соревнование, где будут всероссийские соревнования «Возрождение». В этих соревнованиях он будет как бы приравниваться к чемпионату России. Его только вновь начинают организовывать, потому что какое-то время был закрыт этот чемпионат. И там будут все общества представлять своих сильнейших гимнасток по программе мастеров и кандидатов в спорты, и также групповые упражнения. И эти соревнования будут являться выполнением мастера спорта. Сейчас очень мало соревнований для выполнения мастеров. Которые позволяют получить мастера спорта. Да, позволяют. Но не одни соревнования их нужно выполнить, на вторых – подтвердить соревнования. Если это Кубок России, чемпионат, то там достаточно одного раза. И поэтому, конечно, все будут стремятся к этому. Хорошо. Лиза, а за что вы получили кандидата в мастера спорта? Я выступала на многих соревнованиях. Выступала на Московской области, где заняла третье место, стала бронзовым призером. Также я выступала на Москве. И выступала также на всероссийских соревнованиях «Олимпийские чемпионы». Также я выступала на соревнованиях профсоюза, которые проходили в Пенде, где попала в шестерку. И эти результаты мне позволили получить кандидата в мастера спорта. Вообще соревнований бывает так много. Когда вы успеваете подготовиться? Как ваш день проходит тренировочный? Это как? Мы тренируемся по 7-9 часов. Господи, я думал, 7-9 дней. 7-9 часов в день? Да. Каждый день? Ну, примерно, да. 7-9 часов? Да. И один выходной у нас. Один выходной. Так, подождите, а вы же еще учитесь, по идее, насколько? Учимся в свободное время, по вечерам. Ага. То есть главное, это все-таки спорт сейчас? Да. Спорт. А как родители к этому относятся? Родители относятся нормально. Говорят то, что если нравится, надо обязательно сейчас тренироваться. Пока позволяет здоровье. Пока здоровье позволяет. Так, хорошо, молодец. Татьяна Юрьевна, вот, кстати, о здоровье, возвращаясь к этой теме, мы ее уже коснулись. Те, которые спортсменки идут дальше, это отдельная история. Но масса же людей, которые не идут уже в большой спорт, на каком-то этапе они завершают. Но какие у них воспоминания остаются об этом времени, о времени работы с вами, с вашими коллегами? Вы знаете, очень приятно, когда ученица, бывшая ученица, воспитанники, и, может быть, и не добившаяся каких-то результатов, даже не выполнившая мастеров, кандидатов, но все равно приходят в спортивную школу, звонят по праздникам, просто заходят, просто поговорят, смс-ки присылают. Это очень приятно. Ну, понимаете, мы же не только растим чемпионок, мы же и людей тоже воспитываем. И когда вот такие звонки бывают, и это очень приятно. То есть ты не зря работаешь, потому что есть общение. Очень много у меня тоже учениц, которые приходят, но, к сожалению, в то время было тяжело работать в спорте. В общем-то, небольшая была зарплата. Сейчас-то молодежь очень идет, и мы рады этому. У нас в спортивной школе очень много молодых тренеров. Мы им, конечно, стараемся помочь. И зарплата, в общем-то, сейчас может быть нормальной. Понятно, хорошо. Поэтому все хорошо. Лиза, скажите, пожалуйста, вот есть звезды в спорте, да, которые ты смотришь на, ну, как звезды в любом профессиональном деле. Вот ты смотришь, думаешь, боже мой, а смогу ли я? Вот у вас есть уверенность в том, что вы можете стать number one? Ну, конечно же, есть. А что для этого нужно сделать-то? Чтобы стать первым номером, нужно, конечно же, много трудиться, иметь определенные цели, также иметь обязательно желание. И, в принципе, все. А тело-то позволит выполнить все эти задания ваши? А вы как, вы знаете, как человек должен иногда с собой договариваться, а вам еще нужно, чтобы руки, ноги, вся пластика, гибкость работали? Иногда сквозь слезы, сквозь, наверное, какие-то неприятные ощущения? Да, бывает, конечно, и сложно, но надо все равно преодолевать и эти сложности. Тогда все получится. Надо работать над собой в первую очередь. Вот, чтобы все обязательно складывалось. А сколько у вас тренеров? У вас есть, я так понимаю, еще личный тренер, да? Да, Колотилова Жанна Григорьевна, она сейчас тренирует нас, наше групповое. Также по личной программе мой тренер Наталья Владимировна Соколова и Наталья Викторовна Завгородняя. Что, тренеров на одного-то человека, ну, так приходится неплохо. Почему, Татьяна Викторовна, не добавляется никаких новых снарядов в этот вид спорта? Это считается достаточно и ничего не уходит, не меняется? Нет, у нас меняются снаряды. Так, ну-ка, расскажите. Потому что каждый цикл олимпийский у нас новые предметы. Вот сейчас у нас, у мастеров нет скакалки, то есть периодически она то приходит, то уходит. А у кандидатов нет у нас. Скакалки тоже, получается. То есть скакалка так потихонечку исчезает? Да, она у нас пришла в групповые упражнения. То есть если нет какого-то предмета в личной программе, этот предмет переходит в групповые упражнения. Поэтому периодически так меняется у нас предмет. Лиза, а в чем разница между спортивной гимнастикой и художественной гимнастикой? Слово художественная – это что, с каким-то смыслом? Да, художественная гимнастика, она более такая женственная, более плавная. Она такая более красивая. А спортивная гимнастика, там очень много прыжков. То есть она прям спортивная. Там делают сальто, сложные комбинации. А у нас волны, то есть все такое нежное. Романтично все немножечко, да? Татьяна Ивановна, я не могу, конечно, как мы обещали, не поговорить о музыке, потому что музыка – это же и ритм, и смысл. И тут очень много всяких аспектов. Вот как этот поиск музыки вообще идет? Кто этим занимается? Спортсменка, тренер, родители? Это, конечно, очень сложно, подобрать музыку для гимнастки, и чтобы совпала музыка и гимнастка все вместе. Ну, правда, очень сложно. Вместе с гимнасткой выбираем, подбираем, что подходит, что не подходит, нравится, не нравится, пойдет. Но музыка всегда идет вторично. Я имею в виду сначала комплекс, а потом музыка. Нет, сначала мы находим музыку, а потом составляем под это упражнение. Есть, конечно, для сильнейших гимнасток, у нас есть композиторы, которые нам помогают, делают обработки. Даже так? Да, если вот мы что-то захотим, вот такое оригинальное, потому что в основном музыка одна и та же. Ну, она есть, она и будет. Хорошая музыка, она и остается хорошей музыкой. Тут ничего не придумаешь. Да, где раз, мяч полетел. Должны быть акценты в музыке, должны быть и медленные части, и быстрые ускорения. У нас за музыку тоже, судейские бригады тоже снимают оценку, есть музыка, музыкальность. Под музыку ты работаешь, не под музыку, там очень большая сбавка сейчас по-другому правилу. А, то есть если спортсменка просто технику делает? Да, музыка сама по себе, гимнастка сама по себе. То есть не выражает музыку, никаких эмоций, нет смены ритма, нет танцевальных дорожек, и за это снимают суды. И там очень большие сбавки, поэтому вот большая работа. Ализа, скажите, ну вам-то музыка мешает, правда? Лучше без музыки, вот так, между нами. Нет, наоборот, лучше с музыкой. Серьезно? Угу. А вот как вы чувствуете эту музыку? Как она вам помогает? Особенно во время, одно дело тренировка, да, можно остановить, переделать заново и так далее. Наверное, на каком-то этапе уже ненавидишь эту музыку. Но, когда приходит время соревнований, как вы чувствуете себя, когда слышите эту музыку? Ну, музыка, если, например, она активная, то она заряжает. Хочется прям вот раскрыться на ковре и сделать свое упражнение прям ярко. Если медленная музыка, то хочется сделать все очень плавно, красиво. То есть хочется телом передать ее. То есть музыка, она как бы помогает гимнастике на ковре раскрыться, показать то, на что гимнастка способна. А вот есть такой случай, насколько мне известно, такой был, и не только в художественной гимнастике. Вот вы начинаете выступать, музыка пошла, а потом бамс, и где-нибудь на середине музыка оборвалась. Вы чего будете делать? Остановитесь или дальше будете продолжать? Ну, по правилам продолжаем делать. Если судьи скажут, что гимнастка свободна, то тогда гимнастка уходит с ковра. А так продолжаем упражнение дальше. Без музыки? Ну, если не включается, то да. А нервное состояние какое? Начинаешь, конечно, переживать. Ну, вспоминая фигурное катание, да, в советские времена, когда Родина, по-моему, каталась, да, там музыку у них выклютили, они докатались-то по полной программе без музыки. Я там наоборот им, так сказать, добавил. А что значит уходит? То есть вот минута отыграла музыка, закончилась, и могут спортсменки сказать, вы свободны? Если музыка останавливается по техническим причинам, то, конечно, главный судья соревнований должен обязательно остановить гимнастку, потому что есть бригада, которая оценивает это артистическое. И потом она опять заново выходит? Потом она заново начнет упражнение. Ой, бедная. Дается вторая попытка. Хорошо. Идем к финалу. Лиза, а что бы вы сообщили сейчас какие-то родители или, например, маленькие совсем девочки смотрят, завидуют, может быть, вам? Надо приходить в школу учиться, становиться специалистом по художественной гимнастике? А что вам это дает? Ну, специалист по гимнастике. Сейчас надо обязательно учиться, конечно же, и развиваться в двух направлениях. И в школе быть хорошим учеником, и в гимнастике быть хорошей гимнасткой. Потому что в дальнейшем это все вместе даст хорошую возможность. Результат. Да, будет хороший результат, можно стать тренером, также тренировать маленьких детей, растить из них также великих чемпионов, как сейчас из нас растет. Понятно. Хорошо. И свою школу какую-нибудь потом организовать. Да, открылась очень модно. Спортивный клуб открывать. Татьяна Юрьевна, а что бы вы посоветовали родителям, которые тут стоят сейчас перед выбором, отдавать, не отдавать ребенка? Куда, кстати, обращаться? Как это делается? В любом случае, детей нужно отдавать художественную гимнастику, но хорошенько подумать. Прежде чем для общего развития, конечно, можно на начальных этапах девочку привести к гимнастику. Это дастся не только как гимнастский для других видов спорта, если ей не понравится, она будет подготовлена. А поэтому, конечно, обязательно приходите, и вам очень понравится. У нас есть здесь маленькие группы для маленьких детей в Триумфе. Можно позвонить, узнать. В спортивной школе, это Октябрьский проспект 349, а там у нас находится школа. И в Томилино у нас три категории, где работают тренированные. Прекрасно. Мы ждем вас с удовольствием. Приводите своих деток. Спасибо большое. Заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области Татьяна Юрьевна Кирина и Елизавета Корсакова, кандидатов в мастера спорта. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что пригласили. И напомню, что у нас в первой части еще была Елизавета Мелехова, тоже кандидат в мастера спорта. Это была программа «Открытый диалог», которая всегда выступает за здоровый образ жизни. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»